Всем привет! По вашим просьбам мы продолжаем знакомиться с черепашками. Сегодня поговорим о желтоухой черепахе. Если вы хотите узнать о какой-то рыбке, креветке или другом аквариумном или террариумном питомце, то напишите об этом в комментариях под видео. Желтоухая черепаха относится к одному из подвидов красноухой. Отличаются эти две черепахи только внешним видом, а точнее окрасом. Оттенок ушной раковины у рептилий ярко выражен определенным цветом. У красноухой они красные или оранжевые, а у желтоухой, соответственно, желтые. Уход за желтоухой черепахой не подразумевает никаких трудностей. И очень прост. Перед тем, как решить отдать предпочтение подходящему аквариуму, нужно брать во внимание размер будущего питомца, так как он может вырасти до 20 см и более. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы питомцам не было тесно и неуютно в будущем жилье. Если содержать черепаху в маленьком аквариуме, она не перестанет расти, но панцирь может искривиться, что доставляет много мук животному. Содержание желтоухой черепахи в домашних условиях требует приобретения необходимого для жизни рептилий оборудования. И только после этого покупать черепашку. Место обитания в неволе должно включать в себя следующие принадлежности. Первое – это аквариум с участком суши. Второе – это фильтр. Третье – ультрафиолетовую лампу для черепашек. Четвертое – это обогреватель в защитном кожухе. И пятое – это лампа накаливания для рептилий. Суша в аквариуме может быть из камешков или плавучей лежанки. Главное, чтобы черепашка могла беспрепятственно забраться в сухой домик. Суша должна занимать не менее 25% всей акватории. Один берег должен плавно уходить в воду. Еще один важный момент – это то, что между стеклом и островом не должно быть промежутков, в которых питомец может застрять. Грунт в аквариуме должен быть из крупной гальки, которой животное не сможет съесть. Для полноценного здоровья желтоухой черепахи требуется наличие ультрафиолетовой лампы. Ультрафиолет участвует в формировании витамина D3, с помощью которого усваивается кальций. При недостатке этого витамина панцирь может деформироваться либо расти неправильно. Также требуется наличие лампы накаливания, под которые черепашка будет греться на суше. Лампы располагают на такой высоте, чтобы черепаха не смогла получить ожог. Лампа накаливания мощностью до 60 Вт может поддерживать температуру воздуха до 30-35 градусов по Цельсию. Такая температура способствует нормальному пищеварению. При похолодании замедляется метаболизм и черепаха может впасть в спячку. При этом температура воды в акватеррариуме должна быть в пределах 25 градусов. Содержание желтоухой черепахи требует наличия в аквариуме нежесткой очищенной воды. Можно использовать воду из водопровода, но перед употреблением надо, чтобы испарился хлор. Один раз в неделю из емкости отбирают треть воды и столько же вливают свежей. Не рекомендуется проводить полную замену воды, так как в траве формируется микрофлора, которая адаптируется черепаха и которая отвечает за биологический баланс. А при полной смене воды она погибает. Правила питания черепах таковы, что до одного года они питаются ежедневно. На протяжении второго года надо кормить каждый третий день. После третьего года жизни, не чаще двух раз в неделю. Молодые рептилии питаются животной пищей с включением продуктов растительного происхождения. Начиная с 3-4 лет, изменяется соотношение в сторону увеличения растительной доли и уменьшения животных. Пожилые черепахи должны питаться исключительно зеленью, овощами и фруктами. Когда животное голодное, то начинает активно раскапывать камни. Эта рептилия ведет дневной образ жизни. Поэтому прием пищи должен быть в светлое время суток. Основные элементы питания могут быть составлены из креветок, рыбы со всеми ее потрохами, моллюсков и амфибий, насекомых, овощей, таких как тыква, морковь, болгарский перец, огурец, кабачки, зелени, такой как листья дуванчика, подорожника, салата, мотыля, фруктов, таких как яблоко, груша, также из мяса курицы, но только не жирные ее части. Ну и соответственно специализированный корма. Соблюдая все эти несложные правила содержания желтоухой черепахи, не станет обременительным, а ее жизнь продлится на года. Если видео вам понравилось, то обязательно ставим лайк, комментируем и делимся им со своими друзьями-знакомыми. Если нет, то ставим дизлайк и пишем причину недовольства. А сейчас самое время подписаться на канал. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.